Пятеро погибших, четверо пострадавших. Таков трагический исход автомобильной аварии, которая произошла недалеко от поселка Туношно. Участниками ДТП стали грузовик и два легковых автомобиля. В одной из машин погибли все, и водители, и пассажиры. Среди жертв много родственников и друзей. Зоя Рыжкова с подробностями. Это 18-й километр Костромской трассы между Туношной и деревней Воробина. Здесь минувшим вечером около половины восьмого погибли пять человек, четверо получили серьезные травмы. Я сам был в одной из этих машин. В которой? В той, в семерке. У меня брат погиб, и друзья в этой машине все четверо. Один брат в реанимации. Двое друзей тоже в больнице. В опеле, рядом с которым стоят мужчины и пытаются сдержать слезы, не выжил никто. Разбитую машину перевезли в деревню Сапелки. Многие из тех, кто попал в эту аварию, живут здесь. Все друг друга знают. Сергей старший из братьев. За рулем семерки был младший Николай. Он в реанимации. При столкновении ему оторвало руку. Средний брат погиб на месте. В опеле ехали друзья Сергея и муж его сестры. У Юрки сын остался, который за рулем был. Вот здесь. Еще один сын. У него два, да? Да. Двух пацанов. Ну, они все слипы, вот эти ребята, которые были. Вот в одной школе боксом учились, занимались спортсмены. Эти кадры сняты сразу после аварии. Пожарные приехали на место первыми и смывают с дороги горючее. Спасатели областного отряда вырезают пострадавших из разбитых машин. Как сегодня рассказывают очевидцы, Семерка и Опель ехали друг за другом в сторону Туношной. Грузовик из Кирова в направлении Ярославля. По каким-то причинам Семерка вылетела на встречную полосу и столкнулась с ИСУЗу. Затем его развернуло на дороге и следующее столкновение было уже с Опелем. Лоб в лоб. Часть бампера так и осталась на грузовике. Да просто заваливаем. Нам не могли убрать. Осколки убираем. Да. Вон это все осколки. Вон. Кровь и остатки бензина сегодня утром рабочие засыпали землей. Недалеко от места происшествия стоит только грузовик. Его водитель у этого костра провел всю ночь. Ждет машину, которая выехала за ним из Кирова. Жители близлежащих деревень предлагают Евгению привезти еду. Но он отказывается. Говорит, что не хочет. Он был за рулем грузовика, а его напарник, тоже житель Кирова, в реанимации. Соседи деревни были молодые люди. Очень жалко, что это все произошло. Посмотрели еще раз следы. Место сфотографировали. Вчера в темное время не было видно. Все как следует. Темно очень было. Расследование этой автокатастрофы только началось. Опросили не всех пострадавших. Рассказывать, что случилось, пока могут только два человека. Водитель грузовика и Сергей Царев. Все остальные в больнице. Единственное, я услышал скрежет, я прижался. Я единственный более-менее уцелевший. Из больницы Сергея Царева отпустили еще вчера. Дома в деревне Сопелки его мать, которой нужна помощь. Женщина практически не ходит. В мае на пешеходном переходе ее сбила машина. Минувшим вечером она потеряла сына и мужа своей дочери. Зоя Рыжкова, Максим Сушанов, Городской телеканал.